Добрый день, уважаемые телезрители! Предлагаю поговорить о том, что, с одной стороны, в жизни православных людей точно имеет место быть. И одновременно это то, что в жизни огромного количества православных людей присутствует таким странноватым образом. Речь идет о таинствах Церкви. Традиционно принято считать, что существует семь таинств в Церкви. Сегодня, я думаю, мы сделаем такое вводное наше размышление об этом, а потом уже одно за другим эти семь таинств и обсудим. Для начала, что такое таинство? Таинство – слово русское от слова «тайна». Сразу приведу другие синонимы, а точнее, это не синонимы, а просто те же самые слова, но с других языков. Однако в нашем языке они тоже употребительны. Таинство по латыни – это по латыни «сакраментум». В русском языке «сакраментум» не используется, а вот нередко можно услышать слово «сакральное». Сакральный смысл, сакральное, нечто сакральное. Вот то же самое, таинство по латыни «сакраментум». Сакрально – значит, таинственно. Греческое слово тоже хорошо знакомо. Греческое – «мистикос», но отсюда слово «мистика». Слово «мистика», ну, наверное, как-нибудь все слышали, употребляли и каким-то образом приобщались к чему-то мистическому. Вот «мистика» – это то же самое, таинство, таинственное. Так что греческое, латинское, славянское – это одно и то же слово и есть. Мистически, сакрально или таинственно – это одно и то же. Слово «таинство» имеет много всяких смысловых оттенков. Мы, естественно, будем говорить о том, что используется в Церкви, вот об этих самых семи таинствах. Что такое таинство? Если так, сухо, по катехизису, святитель Филарет, метромаголит московский, это и есть священное действие, в котором при видимом действии подается невидимая благодать Божия. Видимое действие предполагает некое вещество, некие слова, иногда даже доходят до того, что говорят о формуле. И некое действие, например, в крещении – вода, слова, формула «во имя Отца и Сына истого Духа», действие – погружение. Миропомазание – вещество мира, действие – помазание, слова, печать дара Святого Духа. Венчание – совершается внешнее действие, традиционно у нас возложение венцов при произнесении определенных слов. И невидимо дается Божия благодать, браки заключаются на небесах. Ну и так далее. То есть видимое действие – вещество, хлеб, вино, вода, масло, руки, некое действие, некие слова. И некая Божья благодать, которая при этом дается человеку. Таких таинств принято называть си. Хотя само понятие о седмеричном числе таинств достаточно поздное. Это Петр Ломбардский, западный, европейский, парижский, уже в эпоху схоластического мышления, богословия, философии. Вот где принято было все разложить по полочкам, все систематизировать. Вот он и привел в систему. То есть стал говорить о семи таинствах. Это уже средневековье, уже второе тысячелетие христианства. В первом тысячелетии не говорилось о семи таинствах, хотя о всех семи таинствах, естественно, говорилось. То есть Петр, он систематизировал, а не выдумал что-то, не установил что-то новое. Просто он дал такое системное восприятие. У нас на Востоке эта картинка полюбилась, понравилась. Она вошла во все наши катехизисы. И теперь уже любой немножко просвещенный православный христианин знает о том, что есть семь таинств. Можно сказать глубже, как сказал один мой знакомый Игумен, священник-монах, в церкви все таинство. В церкви нет ни таинства. В церкви же много что есть. Вот храм. Видимые кирпичи или бревна, здания. И одновременно место особого присутствия Божия. Свеча, воск, огонь. И одновременно наша духовная молитва, которая восходит к Богу. Освящение воды, окропление святой водой. Опять вещество есть, вода. Действие есть, окропление или питье. Слова при этом определенные говорятся. И дается Божья благодать. И даже проповедь. Ее сам апостол Павел называет священодействием. Видимо, есть человек проповедующий, чаще всего это священник. Он говорит определенные слова. Не обязательно талантливо, не обязательно красноречиво. Не обязательно он глубокий богослов. Но он говорит некие слова Божьи. И при этом действует Божья благодать. И люди, внемля этой проповеди, слышат голос Бога в своем сердце. Таким образом, в церкви действительно все таинство. А про эти семь, ну, здесь можно сказать так. Вот есть Кавказские горы. Есть. Вот есть Эльбрус. Есть Казбек. А если не Эльбрус и не Казбек, это не Кавказ? Кавказ. То есть все Кавказ. А это вершины. Это хребет с его вершинами. Вот так и здесь можно сказать. В церкви все таинство. А эти семь, это семь вершин, которые своими пиками уносятся уже к небу. Вот. Но ведь любая вершина, тот же Эльбрус, да? Ну, вершина есть вершина. Но чтобы на нее попасть, надо пять с лишним километров преодолеть весь этот восход. И весь этот восход, это же все Эльбрус. А не только вот та вершинка Эльбрус. Таким образом, и в церкви все таинство. А эти семь, это как вершина, на которую мы поднимаемся. Но в церкви все таинство. И это наш путь, который мы проделываем. Число семь, оно священное число. Это число божественной полноты. Семь дней, шесть дней творил Бог, седьмой день почил. Связано с творением мира. Неделя наша, да? Состоит из семи дней. Шесть рабочих, один праздничный. Есть семь цветов радуги. То есть вся гамма цветов, которая существует. В музыке тоже нотный стан насчитывает семь. И во многом можно усматривать вот эту семерку. Кстати, семерка – это три плюс четыре. Три – это число божественное, Бога. Бог, Отец, Сын, Истой, Дух, Троица. А четыре – это число этого мира. Четыре стороны света, четыре времени года, четыре стихии. Земля, вода, воздух, огонь. Или в современной физике твердое, жидкое, газообразное, плазменное состояние вещества. То есть Бог и Его творение, Творец и Творение. Вместе вся полнота. Вот эти семь таинств. В таинствах участвуют православные христианины. Каждый христианин имеет право участвовать, быть сопричастным к этим таинствам. И не только имеет право, а имеет необходимость. Вот об этом мы будем говорить, говоря о каждом из таинств отдельно. Есть перекос. Иногда очень резкий. К таинствам очень часто относятся почти как к магии. Это кто-то специально обученный и посвященный. Может их совершать. Мне не важно в это все вникать. На то он и есть. Как больному не обязательно изучать курсы хирургии. Есть хирург, он обучен, он знает, он умеет. И действует оно само собой. Но если совсем так примитивно, как таблетка. Вот выпил таблетку, на пользу, а может быть даже не на пользу, но она действует. Выпил таблетку, дальше идет процесс химический. Она растворяется и вступает в взаимодействие с нашим организмом. Происходят какие-то химические явления, реакции. И воздействие на организм. И тут уже даже не хочешь, чтобы она действовала, она будет действовать. Я могу ничего не делать, она все сделает. У меня болит голова, я ничего не сделал для того, чтобы голова не болела. Я выпил обезболивающую таблетку, пенталгин, и голова перестает болеть. Таблетка все сделает сама. И нас это устраивает. И вот такое отношение к таинству. Таинство будет действовать само по себе. А верующие, они вот в контексте этих размышлений, они тоже так настроены. Главное согласиться. И особенно вот дети, которым не до Бога, не до веры, особо дела нет. До церкви уж тем более. К ней даже немножко такое отрицательное отношение. Вот его надо уговорить. Вот идет парень в армию. Но его надо уговорить перед этим причаститься. Он не понимает зачем, для чего и что. Но его надо уговорить. Ну, он бабушке или мамочке в угоду это сделает. Ну, и пойдет. Мужа надо, наконец, затащить в храм, чтобы повенчать. Вот затащили, повенчали. Он, правда, лба перекрестить путем-то не умеет. Неважно. Вот уговорила, сделала все. А дальше таблетка должна действовать. Вы знаете, я однажды был свидетелем такого случая. Две женщины стоят в храме, ну, там, в месте, где люди свечи приобретают. И между собой говорят. Одна говорит что-то вот о том, что надо причаститься. А другая толку говорит нет. Бесполезно. Я сама пробовала, ничего не помогло. А я услышал. Думаю, да, интересно. А ведь бывает, правда, таблетку выпили, а не помогло. Выпил таблетку от головы, а не обезболило. Ну вот, толку нет. Я думаю, интересно, интересно. То есть таблетка не сработала. Я сама пробовала. И как-то послушал другой разговор. Опять две женщины разговаривают. Слушай, ты своих что думаешь-то? Ты давай их, причащай. Вот у меня зять причастился, сразу машину купил. То есть сработало. Таблетка дала результат. И опять я это услышал. Да, с какого Евангелия это взято? Что при причастии машину купишь легко. А это еще были времена советские. Тогда еще с машинами было не так, как сейчас. Они были редки. И возможность приобрести была не у многих. Вот это все то, о чем я хочу тоже поговорить. То есть вот такое отношение – это пародия, это профанация православной христианской веры. Если такова наша вера, то что такое наша вера? Это какой-то дремучий набор суеверий, какого-то полушаманизма, магизма. И вот так. И на самом деле это имеет место быть. Такой подход, он не требует никаких нравственных и духовных усилий со стороны человека. Потому что таблетка действует самому по себе. Ты вот давай уже будь добрый, соглашайся, принимай. Естественно, все не так. Я надеюсь, что наши зрители уже это поняли. Все не так. И таинства не для того даны. Таинства – это там, где кончается земля и начинается небо. Таинства – это там, где земля и небо прикасаются друг с другом. Еще земля, уже небо. Еще небо, уже земля. Вот мы говорили о веществе таинства и о духовной стороне. И еще таинство имеет две стороны в смысле небо и земля. Вот в этом и суть самого понятия таинства сакрального. То есть не сакрально то, что не прикасается напрямую к небу. То есть это физика, химия, биология. Там нет сакраментума, там нет таинства. Там не мистика. На уроках по естествознанию мистику не изучают. Там изучают законы природы, то есть законы этого самого вещества, как оно устроено. А есть божественная сторона, вот божественная и материальная. Но не только. В таинстве есть еще другой такой дуплет. Это божественная, то, что дается нам объективно от Бога, то, что я сам сделать не могу, что я сам приобрести не могу. Я не могу сам на себя не извести Святой Дух, дать себе прощение грехов, ну и так далее. То есть есть божественная, но есть и человеческая. Вот как раз в том негативе, на который я указал, там главное что? Что человек, он всю нагрузку возлагает на Господа. Все должен сделать он. Мое дело только согласиться, чтобы он со мной это делал. Так не бывает. Кстати, даже в медицине, врач, он хочет не только согласия больного на лечение, он хочет участия больного. Мне говорили врачи, одно и то же лечение, одна и та же болячка. Один легко идет на поправку, другой никак. Это зависит от болящего. Это зависит от его настроения и от его собственных внутренних усилий. Или болящий помогает врачу, и тогда лечение идет на пользу. Или болящий заранее знает, что ничего не будет и ничего не поможет, и он пессимист или еще что-нибудь, или просто лодырь ничего не делает. Никакое лечение ему не помогает. Вот так и здесь очень важна человеческая составляющая. В православии о божественной составляющей говорят много. И это иногда имеет вот такую оборотную сторону, что вроде как человеческая, она есть или нет, нужна или не нужна. Она бесчеловеческой не бывает. И я надеюсь, что в дальнейших наших беседах по каждому таинству мы именно будем акцентировать внимание на человеческую сторону. Что я как человек должен сделать? А то ведь мы приходим, чтобы Бог все делал. Вот я прихожу в храм, чтобы Бог помог. А я прихожу в храм Богу помочь. Скажут, ты что, про что, батюшка, говоришь? Зачем Богу помогать? Вообще такой темы нет. Он должен помочь. Апостол прямо пишет, что мы обратились от мертвых идолов, чтобы служить и ожидать его пришествия Господа. То есть я прихожу не только, чтобы получить, а чтобы дать, чтобы служить. И как ни странно, в таинствах я тоже участвую как служитель, а не только как приемлющая сторона. Дайте мне. А потом еще поделюсь, помогло, не помогло. Помогло хорошо, не помогло. Наверное, батюшка был не такой. Надо к другому сходить. Ну вот. Вот это очень важно. Что в каждом таинстве должно быть некое действие с моей стороны. Иначе на автомате, механически оно не будет действовать. И даже как с лекарствами. Лекарствовать может и навредить. Отец Геннадий, вот в ходе нашей беседы у меня возник вопрос. Вот очень часто сегодня мы можем видеть то, что многие люди прикрывают свои поступки, свои какие-то намерения Богом. Говорят, что именно так им велит делать Бог. Что с ними Бог и так далее. Вот как вы к этому относитесь? И можно ли прикрываться Божьим Словом? Ну, а тут, если начертеть графики, то получится так. Чем меньше человек имеет контакта с Богом, тем больше он действует от лица Бога. И чем больше человек имеет контакта с Богом, тем меньше он действует от лица Бога. То есть человек действительно святой, человек действительно знающий Бога, он то, что появляется от ветра головы своей, за Божьей не выдает. И даже если что-то, ну, по всем признакам Божьей, и тогда он не скоро будет это делать от лица Бога. А то есть такие. Ну, вот мне Бог открыл. Сестра, а тебе как Господь открыл? Как ты понимаешь этот текст? Ага, этой сестре не много, не мало, Бог открыл, как надо понимать этот текст? Да ничего ей пух не открывал. Вот. Тогда уж скажи скромненько, как ты разумеешь этот текст? Что ты в нем прочитала, и что ты в нем увидела? А выдавать, что вот мне Бог сказал, и вообще говорить от лица Бога, это вообще-то уровень пророческий. Вот пророки, они говорили, так говорит Господь. И дальше, как будто бы даже на пророке уже не лежит ответственность за то, что он говорит. Потому что он всего лишь передает. Если полномочный представитель, ну, какого-нибудь высокопоставленного лица, ну, полномочный представитель президента, да, то он говорит, и понятно, что ответственность за это несет президент, а не этот человек. Потому что он говорит от лица. Но как легко этому полномочному представителю свои измышления, свои скромные, а то и очень нелепые изыски произносить, а люди, так это же представитель, да. А, ну вот что наш президент думает. А президент в силу невсеведения, он даже и не знает, что там этот человек говорил, да. Вот мы тогда бываем тоже вот такими горе-представителями Бога на земле. Мы такие полномочные от Бога лица и начинаем от лица Бога действовать. Поэтому очень надо быть осторожным. Беспроигрышно молиться Богу, беспроигрышно просить Бога. А дальше Бог определит и решит, надо это мне или не надо. А говорить от лица Бога, ну, для этого надо, чтобы действительно Бог тебе сказал. Отец Геннадий, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрели нас и слушали. Всего хорошего. Божьи всем благословения и участие в таинствах церковных, о которых, по милости Божьей, надеемся, мы подробно с вами побеседуем. Субтитры создавал DimaTorzok